На адрес нашей программы, посетив WhatsApp, зрители прислали кадры ДТП, произошедшего на проспекте Астаны. Здесь Toyota Land Cruiser вылетел с автомобильной трассы и перевернулся. Авария произошла в час пик, примерно в 7 часов вечера, но, к счастью, как сообщает автор материала, никто из людей не пострадал. Автомашину полицейские на эвакуаторе доставили на штрафстоянку. Сейчас инспекторы ДПП выясняют подробности этого происшествия. Следующий материал наш также пришел по сети WhatsApp. Как сообщает житель города, на улице Ельшебек-Батыра столкнулись автобус, двигавшийся по 84 маршруту, и автомобиль Mitsubishi. Как поясняет автор фотоматериала, легковая автомашина задом выезжала на дорогу, но в этот момент подъехал автобус. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции выясняют степень вины каждого из водителей. Сотрудники полиции Сайрамского РУВД проведут 25 мероприятий в честь празднования 25-летия независимости Республики Казахстан. В рамках празднования руководством полицейского управления запланированы такие мероприятия, как безопасная дорога, мой участковый, чистый район, участок, барьер скатократства и другие. Так, за минувшие выходные с 19 по 20 ноября сотрудники местной полицейской службы провели рейдовые мероприятия. За время рейда полицейские составили в отношении нарушителей общественного порядка и дорожной безопасности 84 административных протокола, в том числе за торговую в неустановленном месте 4, за нарушение тишины 5, за распитие алкоголя в общественных местах 11. К отработке были привлечены сотрудники местной полицейской службы и ювенальной полиции. Всего 85 человек. Такие рейды мы проводим два раза в неделю. Помимо этого, за курение в неположенном месте было ошрафовано 10 человек. За нахождение несовершеннолетних в ночное время в увеселительных заведениях без сопровождения взрослых – шестеро. За нарушение правил благоустройства территории – 16. За другие нарушения были составлены три административных протокола. Кроме того, 26 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, сражи порядка задержали двух водителей за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Их автомашины водворены на штрафстоянку. С марта по май 2016 года в дежурную часть Альфа-Арабийского отдела полиции УВД Шимкента с заявлением обратились несколько местных жителей. Они сообщили, что со двора их домов неизвестные лица угнали автомашины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Альфа-Арабийского отдела полиции по подозрению в угоне автомашины задержали 23-летнего жителя Шимкента, ранее судимого за аналогичные преступления. В ходе следствия осознался в совершении пяти фактов угона автомашин. Далее у данного гражданин были изъяты пять автомашин в качестве вещественных доказательств. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса. Кража. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли автомашины «Опель» и вернули законным владельцам. Сейчас проводится досудебное расследование. Утро от первого, мы на месте. Ты на нас за рвотовку шире до тускулы голоса. Мы заприняты, уезжаем.